Как за два месяца до этого взрыва полностью был перекрыт доступ к стадиону. Там стояли российские войска. Откуда мог знать Басаев, куда сядет этот Кадыров? Откуда он это мог знать? Откуда он вообще мог знать, что он там будет через два месяца? Это вообще нелепые вещи. Саламу алейкум, там все. Есть один наш брат, проповедник Абу Амар Саситлинский. Он помогает сейчас братьям нашим в Африке. А по Первому каналу каферы показывали, что он финансирует ИГИЛ. Якобы, что слышал об этом. Алейкум ассанаму рамк ла барракату. Я видел эту информацию. Но понятно, что они изначально его пытались дискредитировать. Они завели на него уголовное дело. Якобы он чему-то призывал. Ну, сфабриковали там, безусловно, сфабриковали. Абу Амар, конечно, не причастен абсолютно к тому, в чем его обвиняют. По крайней мере, у нас нет информации и знания о том, чтобы он был причастен к этим обвинениям. Абу Амар – это такой человек, который занимается благотворительностью. И человек далекий от политики. Это не значит, что у него, может, какие-то свои там есть убеждения. Но его деятельность никак не связана с политикой. Этот человек помогает нуждающимся. Он строит колодцы для жителей Африки, для жителей пустыни, где нет воды, где люди страдают из-за этого, огромное количество болезней. Он для них строит колодцы. Он помогает беженцам, которые из Мьянмы бежали. Он строит медресе, школы хафизов, какие-то институты, то есть учебные заведения. Тем самым давая возможность вот этим людям в Африке, да не только в Африке, и у себя в Дагестане, получать знания. То есть это деятельность, которая никак не связана вообще с политикой. Это исключительно благотворительная деятельность. Это очень нужная деятельность. Это та деятельность, которая должна только приветствоваться. И ни в коем случае не надо сувать палки в колеса этим людям, наоборот, надо помогать. Как сегодня, насколько я понимаю, эти страны Африки, где он занимается благотворительной деятельностью, Они сегодня ему, они видят, что он помогает, для них это огромная польза, потому что, по идее, этим должно заниматься правительство, власть этой страны. И то, что он делает, это снимает какую-то часть задач с этой власти. И они, видя это, они ему это разрешают. Хотя они прекрасно знают, какие у него есть проблемы, если захотеть ему их создать, они бы, или пойдя на сговор, допустим, с российской властью, они бы с легкостью ему их создать. Но, видя, что этот человек приносит им пользу, они разрешают ему это делать. И, по идее, если бы в России была бы нормальная власть, они тоже должны были так себя повести. Но в России все иначе построено. Поэтому человека, и не только его, там не один он попал под эту волну клеветы. Там еще несколько европейских, кстати, фондов, которые зарегистрированы в Европе, занимаются исключительно благотворительной деятельностью. Всех этих людей они вот под эту гребенку загнали. К сожалению, я... Чем это может грозить этим фондам? Но, я думаю, то, в чем их обвинили, это к ним здесь не прилипнет. Потому что, ну, Европа очень серьезно следит за этими фондами, они там дают отчеты. И здесь невозможно быть зарегистрированным в Европе фондом и в то же время быть финансистом каких-то террористических организаций. Это... Ну, здесь это очень быстро пресекли бы такую деятельность. Поэтому, скорее всего, это они им... Никак к ним не прилипнет, они им это здесь не прищут. Но таким образом они отрежут их от тех финансовых вливаний, которые идут с Россией. То есть, теперь уже любой донатер, который живет в России, он уже, ну, ему будет страшновато на благотворительность что-то им донатить, зная, что этих людей обвинили в том, что они якобы там что-то финансируют. Я думаю, что для этого это и сделано, чтобы отрезать их от части вот этого дохода. Я думаю, что с Россией, наверное, у них была неплохая, ну, такая хорошая доля их всего дохода, скорее всего, что шла с Россией, и, видимо, чтобы отрезать от этого их и оболгать. Алейкум, 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 ты смотрел интервью Абу Амара со Зелинскому журналисту Мухаммаду Бабаеву. Какие впечатления? Алейкум, ас-салам, я не знаю, к кому я смотрел, но интервью я его смотрел какое-то, сейчас я не помню, к кому длинное интервью я его смотрел. Ну, как и обычно бывает, в чем-то согласен, в чем-то нет. Я думаю, здесь надо рассматривать именно этого человека, Абу Амара со Зелинскому, его не нужно рассматривать там, придираясь каждому нему слову, здесь вот что он сказал. Я же говорю, с ним не нужно быть во всем согласным. Во многих моментах он может ошибаться, как и любой из нас, это нормально, в этом нет проблем. Мы должны изначально видеть, что этот человек занимается благотворительностью, это очень благое дело. И то, что он сегодня делает, это очень нужно сегодня людям, нуждающимся в этом, по-настоящему нуждающимся. Поэтому, зачем там обсуждать, он здесь вот это сказал, тут он что-то ударение не туда поставил, здесь. Как бы там ни было, этот человек, он не какой-то заблудший сектант, это наш брат. И человек, который занимается хорошим, очень хорошим делом, он помогает нуждающимся. Давайте просто сделаем за него два, чтобы Аллах, наоборот, даровал ему успех в этом деле, и посредством него больше пересенуждающихся людей, получили от него пользу. Если в России начнутся волнения массовые, то 90% чеченцев будут защищать режим Путина, несмотря на прошедшие две войны. Это многие говорят, твое мнение хотелось узнать. Если в России начнутся волнения, то чеченцы отстранятся от этого, 100%. И мы сейчас не говорим о тех вот этих вот кадыровских войсках, да? Разумеется, кадыров, конечно, там всех погонит. Но чисто если о народе речь, то если мы, когда наших детей убивают, привозят нам мертвыми, если это нас не заставляет выходить и рисковать собой, то какие волнения в России заставят нас выйти за то, что там в России что-то происходит, чем-то там рисковать? Ну, конечно, нет. Никто там ничего не поддержит в Чечне. Все от этого отстранятся и будут со стороны за этим наблюдать. Ну, это, как я сказал, не касается структур. У меня вопрос, почему если ты говоришь, что Кадырова-старшего убил Путин, но в СМИ говорили, что Басаев на себя ответственность? Я уже как-то отвечал на этот вопрос. Я знаю, что Басаев там брал на себя ответственность за это. Я полностью соглашусь в этом вопросе с Закаевым Ахмедом, который сказал, что у чеченского сопротивления не было ни технической, ни физической, ни финансовой, вообще никакой возможности у чеченского сопротивления никогда не было, чтобы посадить Кадырова-старшего на мину. Не было ни у Басаева, ни у кого вообще в чеченском сопротивлении не было такой возможности. Эта возможность была только у Путина, и он его туда посадил. А то, что Басая взял эту ответственность на себя, я думаю, что это было сделано исключительно для того, чтобы получить финансирование. В этом самом своем, как это назвать, это не интерьер, но некий стрим, что ли, он проводил. Там он очень много говорит о том, что не хватает денег. Он говорит, мы бы чаще, он говорит, там делали бы видеоотчеты, но у нас вот нет, он говорит, денег. Он несколько раз говорит, нет финансирования, нет достаточно денег. И я думаю, это была главная причина того, что он брал вот такие резонансные вещи на себя, чтобы тем самым для потенциальных финансистов сказать, что вот мы типа здесь делаем полезное дело, там нужны деньги. Это мое мнение. Но я уверен, что Басаев не посадил его на мину, он не мог этого сделать. А к тому же я тогда, я уже неоднократно это рассказывал, я вообще живу в Грозном рядом со стадионом. И тогда, в 2004 году, в 2004 году, мы постоянно играли в футбол на стадионе. И я просто помню, как это все происходило, как за два месяца до этого взрыва полностью был перекрыт доступ к стадиону. Там стояли российские войска, там шел ремонт под их контролем. Никто не мог туда со стороны зайти без досмотра, без проверки. То есть это все под их контролем было за два месяца до этого, понимаете. Они окружили, аккуратно заложили заряд, куда надо было, куда они знали, что они потом смогут его посадить. Откуда мог знать Басаев, куда сядет этот Кадыров? Откуда он это мог знать? Откуда он вообще мог знать, что он там будет через два месяца? Это вообще нелепые вещи. Субтитры создавал DimaTorzok